Музыка Всем привет! Сегодняшний ролик о фильмах О том, что мы смотрим в повседневной жизни И непосредственно о том, что мы смотрим на сибирской заставе Это важно Почему это важно? Ну, важнейшим из искусств для нас является кино На сегодняшний день это кино, которое можно найти в интернете Ильич сказал, капитализм сделал Ну, так сказать, все важности стали для нас доступны Почему именно сейчас я хотел создать этот ролик? Недавно посмотрел фильм «Крепость Бодобер» Ну, насколько мы знаем, Российская Федерация является правоприемницей Советского Союза Значит, советская история равна является историей Российской Федерации на сегодняшний день Это один из немногих фильмов, который показывает лучшие качества в самых тяжелейших условиях Фильмы об Афганистане, они на сегодняшний день редки Они когда-то снимались в советское время после вывода наших войск из Афганистана Но не в этом дело Почему важно? Почему я делаю ролики по фильмам и книгам? Это та информация, которая попадает к нашим детям Причем она может попасть, скажем так, неконтролируемо Просто попасть к ним и все Включил, можно найти Что-то где-то услышал, включил Опять оно показывается, да? И все это попадает непосредственно в голову А фильмы это стереотипы поведения Это культурные коды, это много чего Что западает детям, а осмысливается только потом Эмоциональное мышление, мы вот так вот поступили и все А то, что это когда-то чем-то было навеяно, это уже второй вопрос Этот разговор я хотел записать еще даже до просмотра фильма «Крепость Бодобер» Еще не зная, что он существует, его еще не рекламировали Этот разговор был связан с нашими героями, которые Героями, военнослужащими, которые погибли в Сирии Причем они там погибали в разных ситуациях Кто-то в колонне, кто-то там еще как-то В преддверии вот этой вот олимпийской буре эмоций Мы все узнали об Александре Пархаренко, о романе Филиппове О еще одном спецназовстве Я записывал его имя, почему? Потому что его однажды называл президент Но без подробностей Федор Журавлев, такой же спецназовец, как и Александр Пархаренко Про морпеха-сержанта Андрея Тимошенко Нет, Тимошенков Сержант Андрей Тимошенков Это примеры военнослужащих, которые выполняли свой долг до самого конца И когда возникла сложная ситуация или-или, они выбрали смерть Ну, выбор происходил, я так думаю, что Недолго и немучительно Все нужно было сделать быстро Либо быстро решить умереть, либо быстро решить Тут второе очень сложное И вряд ли было приемлемое для этих парней Поэтому они и поступили так, как поступили Так вот, крепость Бодобер из той же оперы Парни пленные, которые при разных обстоятельствах попали в плен Может быть не могли воспользоваться шансом взорвать себя гранатой Может еще так-нибудь Сейчас это тайна, окутанная мраком Но на войне бывает всякое Они там оказались Среди прочего, там говорилось, что они пытались совершать побеги И парню, которому отрезали язык Ему отрезали за то, что он остальных не сдал Пытался обижать, остальных не сдал Ему отрезали язык И только с прибытием главного героя У них вот что-то почти получилось Что-то почти получилось И когда вопрос стал однозначным Что делать дальше Ну, все его для себя быстро решили Если один раз жизнь у него раздевала, так сказать, плен То второй раз они его уже не хотели Поэтому все Либо погибли в бою Либо подорвали себя гранатами Либо еще как-то Главный герой взорвал себя Уже будучи смертельно раненым в складе боеприпасов Все, кто видел фильм, все в курсе На самом деле Вот эти ситуации Которые самые свежие Подобного поведения Самые свежие ситуации, наверное, для нас в Сирии Когда наши военнослужащие не сдаются А погибают Вызывают огонь на себя Подрывают себе гранатами Или каким-то другим образом Мы должны все понимать Что это одно из самых Мощных посланий всему миру Одно из самых мощных посланий Все прекрасно знают Что у специально обученного террориста Его надо готовить Промывать ему мозги Штучный, так сказать, товар А армия есть у многих государств И это вроде как тоже люди Которые должны быть готовы И так далее, и так далее И мы с вами можем наблюдать реакцию В Италии Или во Франции, в Европе Поставили памятник Александру Прохоренко Почему? Потому что люди шокированы Что вообще так можно поступать Что вы где-то в другой стране Что это настолько важно И не нужно воспользоваться Легендарной Женевской конвенцией Если вы помните Женевская конвенция тоже появилась Удивительным образом Она была инициирована Если я правильно помню Анри Дюноном А он был предпринимателем Которые возвращаясь по делам Женеву Так вот все легендарно Был свидетелем того Как французы и итальянцы Народно-освободительной борьбе Против австрияков Совершили грандиозное Такое сражение И он впечатлился тем Сколько раненых В каком они состоянии В общем кровь, песок и сахар Он это все увидел Вот так вот Перетрясенную на одной большой поляне Руки, ноги Все смешалось И вот он начал двигать Якобы Красный крест появился Давайте соберемся Создадим конвенцию И так далее Я всегда к этому относился Своеобразно В том плане, что Вот эти люди В каком-то там Народно-освободительном порыве Родину защищают Помогли там Попросили французов Там эти все Итальянцы там Помочь Давайте идите к нам Помогите нам Освободиться от австрийцев И так далее И так далее Вот они держатся А параллельно с этим Идет своя жизнь Своя жизнь В которой Вот этот вот Дюном Если я правильно его называю Возвращается в Женеву И с рабочей поездки Что-то он там продал Наверное Чего-то не продал То есть он же предприниматель У него все хорошо Понимаете Вот здесь вот слева от дороги Большое поле Люди тысячами себя убивают А вот здесь вот он Спокойно Как говорится Своё И вот это его так сильно Впечатлило Да Ну вот Была подписана там В 1800 Если я правильно помню То ли В 1957 То ли Каком-то году Вот эта вот Первая конвенция Вот Которая никоим образом Не повлияла На великую Первую мировую войну Да Помните Первая мировая война И впервые было применено Химическое оружие Легендарная русская крепость Осовец Которую залили хлором До такой степени Что там батальонами Ротами просто люди гибли И там 40 Тут 60 человек Еще где-то осталось Которые пошли В ту легендарную Атаку мертвецов А люди Подписавшие Эту конвенцию В противогазах Вот с такими Дубинами С набитыми Гвоздями Шли добить Те кто Наглотался хлорой Булькой Там остатками легких Понимаете Нет И когда на них Выскочили Вот все эти Окровавленные Полужаренные Полупаренные Солдаты Императорской Российской армии Обвязанные Кровавыми Повязками Лица У них там Все такое Они вызвали Шок и трепет И все эти Добиватели Там Сотни и сотни Сотни Бежали там До самого До самого До самого Это я к тому Что Все очень своеобразно В этой жизни Понимаете Одни приходят Без спросу Зачем Творят Что хотят А когда им Начинают бить В ответ По лицу Они падают На спину И говорят Извините Я сдался в плен На меня действует Женевская конвенция Некрасиво Получается Некрасиво После первой Как говорится Первая мировая война Никак Не отозвалась Да Но Помните Была и вторая Мировая война Еще более кровавая Где они Кранены К мирному населению И к некоторым Национальным Да и вообще В общем Народ косили Как положено Да Зато в 49 году Сочинили еще Одну конвенцию Давайте ко всем Хорошо относиться Но опять же После того Как все По мусалам Получили А давайте Ко всем Хорошо относиться Ну давайте Давайте ко всем Будем хорошо Относиться И вот теперь О чем я это все О чем Помните Нашего легендарного Князя Святослава Это было послание Его все Помнят Костя 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 Но самое главное Не то что говорили Наши военачальники Да Самое главное Как эти послания Восприняли Другие народы Всяких разных Эпох Каковы наши солдаты И каково с ними Связываться Ну просто вот И вы должны будете Понять Что Если не каждому То очень часто Через одного поколения Нам приходилось Людям объяснять Что нечего связываться Я говорю нам Так по привычке Да Хотя это все наши предки Но ихняя кровь То у нас здесь Здесь ихняя кровь В генах Вот И чтобы немного Ее включать Пробуждать Особенно молодому поколению Которому Может быть Посчастливилось А может и нет Вырасти В постсоветское время Вот Им тоже нужно Об этом Напоминать Подобные беседы У нас на Сибирской Заставе проходят И вот я к чему Сейчас клоню Вы сможете Прочитать Легендарную фразу Фридриха Великого Второго Который В Семилетней войне Да Где он произнес Русского мало Убить Его надо еще Толкнуть Чтобы упал Ну соответственно Там есть воспоминания Всевозможных Там Наполеоновских Генералов Да Воспоминания Первой мировой Войны Да Вот Хотя бы этот Легендарный случай Его о нем можно все Прочитать Да Кузьма Ключков Где они Разъездом из Трех-четырех Кавалеристов Врубились В немецкие Кавалерийские Взводы С 27 человек Ну и точно так же Мы можем теперь Уже вспомнить Великую Отечественную Да И Афганистан Вот вспомнили Да Но Мы могли бы вспомнить И какую-нибудь Корею Да Где Кожетук На своих самолетах Там Сбивал Американских Молодцев И вот мы теперь Дошли до Сирии Это я К чему говорю Что Спорт это Наверное Хорошо И Олимпиада Это такой Мирный способ Показать всем Что мы сильны И так далее И так далее Но Не все горячие головы Могут остужаться Олимпиадами И вот когда Дело доходит До дела Поступки Таких военнослужащих Как Романа Филиппова Александра Пархаренко Федора Журавлева Андрея Тимошенкова Ну Это не все Конечно Там есть еще погибшие При разных обстоятельствах Но Погибших Вот в такой ситуации Когда они Выполняют свою Боевую задачу И теперь у них Два шанса Либо воспользоваться Женевской конвенцией Либо идти до конца Они идут до конца Они пошли до конца И это послание миру Что и на сегодняшний день Русского мало Убить его Надо еще толкнуть Что если будет бой То бой будет не на жизнь До первой крови Ой я получил в нос Хватит Хватит Нет Пришел Получай по полной программе Понимаете Когда у вас есть Возможность попробовать Подеремся Нет Не понравилось Я пошел Это знаете Одно Охотников может много быть А когда ты пришел И вопрос стоит так Ну либо теперь ты Либо тебя Люди задумываются Серьезней И начинают взвешивать Одно и другое Так вот Насколько мы готовы Пойти за себя За свою семью За свой город За свою страну Вот в таком аспекте В военном А как далеко мы должны Или можем пойти В мирном аспекте Я здесь не затронул Такой вопрос Что допустим С 92 года Если мне память не изменяет Самое высокое звание Героя Советского Союза Стало называться Герой России Так вот На сайтах В интернете Можно найти Списки Тех кто стал Героем России Ну там Все в перемешку И кто Посмертный И кто при жизни Награжден И это Десятки людей А знаем ли мы их Сейчас Понимаем ли Что на сегодняшний день Кто-то Всему миру Делает послание Что ребята Если нужно будет умереть Мы тут будем умирать И вы вместе с нами Как минимум Это серьезный вопрос Вот Ну а вопрос того Что у нас Когда-то в советское время Были еще герои Социалистического труда Люди совершавшие Так называемые Трудовые подвиги Делавшие Что-то во имя И ради Всего народа Ради большой цели Вот Это отдельный разговор И он Заслуживает Своего внимания В нашу эпоху Развитого Демократического Капитализма С непонятным лицом Итак Фильм Крепость Бодобер Я рекомендую Рекомендую Не для того Чтобы просто Посмотреть И сказать Вот здесь Не той глиной Обмазано Здесь автоматы Не того года А такие подштаники Они не носили Это все Поверхностно И неинтересно Ну и глуповато Временами А вот Смысл Хорошо бы Конечно и уловить Итак Будете у нас В сибирской заставе Мы обязательно Посмотрим это кино И поговорим о нем И поговорим О многом другом Пока Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И До новых встреч До новых встреч